В том, что очень часто основания выбирались неверно, и здание оказывалось шатким. Что такое основание? Это исходные принципы. То есть, вы видите, исходная аксиоматика какая-то. И это должно быть надежно. Это не должно шататься. Дегард ищет такое основание. Перебирай вариант. Первый вариант – Бог. Но ведь средневековая философия, она строилась на этом понятии Бога. А вообще-то, вы знаете, Дегард очень говорил о том, что это дало средневековье. Но Дегард говорит, что мы праве усомниться в существовании Бога. Пишем слово «сомнение». Сомнение в Боге – это довольно дерзкое ли 17 века. Но вы согласитесь с тем, что Бог нам в опыте не дам. Правильно, да? Вот. Он себя, если и заявляет, он заявляет в таких теофаниях, которые, в общем-то, ну, очень редки. Вот, например, Неполиба Купина, Синайский Мрат. Ко-сего-казого, это может быть просто мифология. А может быть, априори это есть Бог? Ну, пожалуйста, можете так считать. Ну, да. Ну, как раз Дегард и приводит, придет к мысли, что Бог – это априорное понятие. Я к этому и веду сейчас, да. Хорошо. Значит, короче говоря, все-таки вот у нас нету, вот на данном этапе, на этапе нашего поиска, нету убежденности в том, что Бог существует, и поэтому не будем рисковать. Вот Дегард вернется Богу. Я покажу, как он надо сделать. Не будем рисковать, давайте искать другое основание. Бог отвергнут. Нельзя строить на нем систему точного знания. Второе – природа. Природа, да. Ну что, природа, она достоверна, она вот здесь рядом. Дегард задает вопрос. Конечно, вопрос провокативный. Конечно, вопрос очень экстрамогаммный. И вообще, это вопрос, так сказать, вызов здравому смыслу. А, собственно говоря, кто нам может доказать, что мир, который мы воспринимаем, это мир реальный? А чем он отличается от мира сновидения? Ну, во сне мы переживаем реальность, которая так же достоверна, а иногда даже достовернее, чем вот то, что мы видим в состоянии бодрствования, аглюционации. Я думаю, что для Ивана Карамазова черт был реальнее, чем что-либо другое. Или для того же самого Лютера, который все равно запустил чернильницу свою. Понимаете, да. Как отличить галлюзинаторное от подлинного? Вот вопрос очень серьезный. Конечно, вы улыбнетесь, но если так поразмышлять, тогда очень трудно доказать, что мир нас окружающий, это мир доподлинный, а не снящийся, не мящийся нам. Но если возникло сомнения, значит, все, надо оставить эту попытку. Хорошо. Третье. А мои чувства, моя телесность, мои чувства связаны с моей плотью, да, физиология, органы восприятия, так, сенсорика моя, и зрительные, слуховые, и тактильные, и обонятельные каналы. Но подождите, если я усомнился в существовании природы, то ведь мое тело – это часть природы, верно, да? Часть природы. И я сам себя, как телесное существо, должен подвергнуть сомнению. Оставляем этот третий вариант. Закрепиться на человеке, на его органах восприятия мы не вправе. Вот запишем у себя, Декарт гениален радикализмом своего сомнения. Радикализмом своего сомнения. Вот ученый должен учиться у Декарта. Обязательно. Это великая школа. Все подвергает сомнению. Все. Никакие авторитеты не должны для тебя быть значимыми. Только так. Хорошо. Отброшен Бог, отброшена природа, отброшена телесность и чувственность. Все что остается? Ну, бесспорным остается сам факт сомнения. Вот это гениальный ход, мысль абсолютно, да? То, что я сомневаюсь, это несомненно. А сомневаюсь я, потому что я мысль. И поэтому надо строить здание истины, опираясь на себя. Опираясь на собственное мышление. Критическое, сомневающееся мышление. Вот я подчеркиваю, критическое мышление. Ученые должны мыслить критически. Не апологетически, принимая все на веру, да? А именно критически. Подвергая сомнению все и вся. Не оставляя ничего вне зоны своего сомнения. Радикальное, универсальное, неподкупное сомнение. Хорошо. Итак, в результате этих операций, отрицание, отрицание истинационное сомнение. Я подверг критике три варианта и остался со своим сомнением. Хорошо. И это построил блестящую философскую концепцию. Дальше. Есть опасность, убедившись в том, что достоверно только собственное сомнение, собственное мышление остаться один на один со своим сомнением. Правильно, да? Пишем о себе. Возникает опасность селепсизма. Что такое селепсизм? Соло один пси-душа. Существует только один я и мои ощущения. А все остальное это видение, галлюцинация, мираж. Продукт моего восприятия. Я вот, когда воспринимаю мир, я его творю. Мир на самом деле не есть объективная реальность. Мир есть реальность, сотворенная мной, объективная реальность. Вот Канте, Декарте этого паспорта прекрасно понял. И он хотел выйти из этого потенциального тупика. И он стал постепенно возвращаться к Богу, к природе, к самому себе, к телесному существу. Вот его рассуждение о Боге. Это как раз классический пример оприоризма. Классический пример оприоризма. В эти рассуждения надо вдуматься, хотя, наверное, с ними можно спорить. Итак, зимы же мы себя. Мы владеем идеей Бога. Мы владеем идеей Бога. Но вся культура это доказывает. Мы знаем, что Бог не соизмерим человеком. Это очень важно. Не соизмерим. Не со масштабен. Не соизмерим, не со масштабен. Мы живем во времени. Бог прибывает в вечность. Вечность. Что такое вечность? Каким-то образом мы имеем информацию о вечности. Хотя никогда сознательно там не пребывали. Всемогущие, всеведащие существо, всепроникающее, везде присутствующие в один момент времени. Декарт считает, что человеческий разум не мог самостоятельно прийти к идее Бога. Это человеку не дано. Вот я хочу сейчас вам предложить записать фрагменты из Декарта, как раз на вот эту тему. То есть Декарт говорит, что идея Бога настолько сильная идея. Да только сильная идея, что человеку на не под силу. Понимаете меня? Вот я тут играю смыслом, играю словами. Пишем. Естественный свет, это свет разума, это любимое выражение Декарта. Естественный свет весьма достоверно свидетельствует. Свет разума. Естественный свет весьма достоверно свидетельствует, Что вещь, коей ведомо нечто более совершенное, чем она сама, произошла не от себя. Ибо в этом последнем случае она предала бы себе все совершенство. Все совершенства, идеи которых она обладает, и не которых она обладает. Если бы мы сами создали идею Бога, то мы бы как бы к этой идее подтянули, что ли. Мы бы эту идею воплотили в себе и стали бы богами. А Декард смиренно признается, что он Богом не является. И отсюда вывод, что идея Бога это врожденная идея. Врожденная идея. Вот еще некоторые мысли Декарта по поводу этой идеи. Почему я на этом останавливаюсь? Знаете, наука все время выходит на проблему Бога. И как раз идея Бога связана априоризм в декартовском варианте. Значит, ход рассуждения такой у Декарта. Первое. Я не почерпнул эту идею ее. Я не почерпнул ее из моих ощущений. Правильно, да? Очевидно. Что Бог нам ощущения не дал. Я не почерпнул ее, то есть идею Бога, речь идет об идее Бога, из моих ощущений. Первое. Никто не будет это спаривать? Не будет. Второе. Эта идея не вымыслена мною. Ибо я не могу, ибо я не могу ровным счетом ничего от нее отнять и ничего к ней добавить. Ничего от нее отнять и ничего к ней добавить. То есть я не могу с этой идеей работать как со своей идеей. Вот она дана мне такой, какая она есть, и ни убавить, ни добавить, да? Она дана мне целостно, холистично. Третье. Третье. Остается предположить, что дана у меня врожденная. Что дана у меня врожденная? Запятая. Подобно тому, как у меня есть врожденная идея меня самого. Подобно тому, как у меня есть врожденная идея меня самого. Меня самого. Итак, идея Бога нам априорна, априорна. И вообще вот Декарта приводит пример других идей. И это очень сильный аргумент пользы априоризма. Хотя, конечно, сегодня мы можем с Декартом спорить. Но, знаете, неужели человек не мог бы придумать идею Бога сам, действуя методом отрицания, методом противоположения? Если есть время, то должно быть что-то, время не зазеркальное. Это вещь есть, да? Если есть слабое, то должно быть сильное. Если есть смертное, то должно быть бессмертное. Вот этот алгоритм отрицания, алгоритм противоположения. Если говорить, то это работает архетип зазеркалья. Есть такое архитивное зеркало, когда ты мир инверсируешь, получая новые значения, новые смыслы. Это обращенные старые знаки. Хорошо. Итак, Декарта восстанавливает Бога в правах. Ну, дальше у него, так расскажу кратко, дальше идет такой пассаж. Бог благ, Бог честен, и Бог нам не может подсунуть мираж вместо подлинника. Мир, созданный Богом, это мир реальный, объективный. Мир Бог нас не обманывает. Поэтому мы к природе должны относиться нормально. Не сомневаться в том, что это наша галлюцинация. Ну, также восстанавливается доверие к самому себе, к своей чувственности. Значит, мы вернулись и к Богу, и к природе, и к чувственности, но вернулись как? Пройдя вот такое чистилище. Отфильтровав познание, выгорнили критики, очистили его от всяких наслоений. Это вот замечательный пример рационализма. Ну, вот, знаете, врожденные идеи. Я сейчас хочу вам показать пример врожденных идей. Это термин довел Декарт. Ну, вот я, Декарт и другие рационалисты часто обращаются к Платону. Я хочу вам показать пример врожденной идеи, связанной с декартовской традицией, но восходящей к Платону. Ну, вот, смотрите, мы владеем идеей равенства. Идея равенства, да? Ну, вот, два предмета, два предмета имеют равную длину. Скажем, метр. Правильно, да? Вот, давайте сейчас подумаем о том, что такое идея равенства с точки зрения проблемы приоризма. И Платон, и Декарт скажут, что нам не нужно упражняться, ну, скажем, с реальными, пускай это будет бревна, да, с реальными бревнами, да, чтобы вот как вот их соотносить, сопоставлять, замерять. Запишем у себя, что вообще в природе точного равенства нет. Нет природе точного равенства. Как-то не бейся, какие-то эталоны не создавай, всегда есть погрешности. Материя всегда вносит какие-то искажения, какие-то аберрации. Поэтому идеального равенства в природе быть не может. Оно только приблизительное равенство. А вот мы владеем идеей абсолютного равенства. И этой идеей мы владеем неизвестно от обыта. Еще раз повторяю, нам не нужно оперировать ни с бревнами, ни с палками, ни с какими другими эталонами, да? Идея равенства, она нам рождена. Она априорна. Вот эта идея имеющая громадное значение для науки, потому что ученый сравнивает, да? Сравнивает, и он вообще любит искать равенство. Так? Это важнейшая операциональная категория в процессе научного познания. Вот для Декарта это нечто, значит, врожденное. Это мне нужно учить. Это нужно вот в терминах Платона просто припомнить. Вот я сейчас хочу вам предложить записать очень такое строгое определение того, что такое врожденная идея по Декарту. То есть врожденная идея это, что? Идет цитата. Некоторые мысли. Будет повторение с тем, что записывали раньше, но это повторение полезное. То есть врожденная мысль это, это, начинается цитата. Некоторые мысли. Некоторые мысли. Кое я получил не от внешних объектов, и не благодаря самоопределению моей воли. Но исключительно, но исключительно, благодаря присущей мне способности мышления. Но исключительно благодаря присущей мне способности мышления. Это способность как раз именно мыслить априорно, мыслить долго. Значит, прокомментирую это определение. Врожденная идея это то, что находится в моем разуме не за счет ощущений. Я связан с внешними объектами через ощущения. Значит, чувственный канал здесь начисто отрубается, отрезается. Первое. Второе. Врожденная идея это не есть продукт моего самоопределения, то есть моего творчества. Когда-то я творец, я художник, я могу продуцировать идеи сам, да? Нет, нет. Врожденная идея не есть такого творчества. Это то, что во мне сооружено изначально, то, что присуще самой природе мышления. Вот что здесь замечательно, я тему это сегодня не буду затрагивать, связь априоризма с генетикой, с наследственностью. Но вот уже Декарт проводит аналогию между, скажем, врожденными идеями и между наследственными задатками. Ну, скажем, вот, он приводит пример породистости. Ну, имеется в виду, конечно, здесь может быть породистость у животных, но и у людей тоже есть порода, да? Да, благородные, неблагородные и так и далее. Вот ссылается на наследственные болезни, скажем, на подагру, да? Да, вот у ребенка, когда он в очереве матери, нет никаких пиздок в этой болезни, но у него есть предрасположенность к ней. Это иллюстративные аналогии. Ну, вот, у себя отметьте, что здесь впервые, впервые, да, как-то вот еще пока довольно-таки зыбко и туманно прочерчивается связь между априоризмом и наследственностью. Я говорю врожденные идеи. Ну, перейдем на язык генетики, а я такой перевод неизбежен в наших условиях, да? Врожденные идеи, это идеи, которые связаны с генотипом каким-то образом, которые передаются через каналы наследственности. Есть ли такое знание, закодированное в генах, вот так это можно сегодня эту тему обозначить? Это вопрос очень серьезный. Хочу сразу сказать, что вот учение о врожденных идеях вовсе не исключает, пишем о себе, это очень, в последней части моего рассказа, моей лекции, вовсе не исключает пассивности познающего субъекта. Ну, вот у меня есть врожденные идеи. Хорошо. Хорошо. Используя стократовский вопросно-ответный метод, я возбудил эти идеи, перевел их из состояния в латентном, в состояние активное. Я всю геометрию вывел из самого себя, потому что я ее знаю по опыту вечности. Ну что, забежим о себе, что здесь человек фактически что? Не продустирует знания, а пользуется их знанием готовым, не им, не им найденным, не им сформулированным. Вот это очень опасная тенденция. Опасный момент, что вот учение о врожденных идей, ну, как бы решает процесс познания творческого начала. Неужели все предназначено через априорные конструкции? Неужели нельзя создать что-то новое? Для чего нет аналога? Даже в мире архетипов. Даже в мире платоновых идей. Что, вечная идея — это полный набор идей? И наша задача только вот этот бесконечный ряд хоть частично освоить? Или мы можем этот мир пополнять новыми идеями? Эта проблема очень серьезная, очень серьезная. И критика в адрес априоризма как раз касалась того, что априоризм вот сковывает творческое начало в человеке. Вы это чувствуете, да? Вот. И Декарта это понимал. Декарта понимал. У него был ученик, фамилия его Бурман. И вот он как-то очень любил вести диалог с Декартом. И он спрашивает его. Вот будьте сейчас внимательны, да? Хорошо, идея Бога нам рождена. Ну, Декарта говорит о понятии Бога. Ну, как в таком немножечко ветхозаветном виде. Бог как единое начало, как некий абсолют. А ведь мы знаем, что в христианстве, это новый завет, Бог есть троица. И вот ученик спрашивает учителя, а вот идея троица врожденная идея или нет? Понимаете разницу, да? Бог у Декарта это Бог, ну, соответствующий такой вот монотеистической религии, как, например, иудаизм или как, например, ислам. Где Бог есть некое абсолютно единое начало. Примерно в такой форме Декарта используется понятие Бога. А троица понятия гораздо более сложные. Троица, три ипостаси. Нераздельных и несвеянных. Очень сложная диагрика между ними. Троица часть равняется целому, целый равняется части. Троица одно равно трем, три равно одному. То есть понятие очень емкое, очень глубокое. Ну вот, значит, как отвечает на этот вопрос Декарта? Вот, я сейчас не надо это записывать, я просто сама прочитаю, да? Даже если сама эта врожденная идея не столь ясна, чтобы являть нам троицу, вот идея Бога, не столь ясна, чтобы являть нам троицу. Тем не менее, ее зачатки, элементы у нас врожденные. Видите, элементы и зачатки, это уже серьезное уточнение. Не готовые формы, а только как бы эмбриона, да? Которую надо еще довести до кондиции. Подобно тому, как врожденный у нас является идея Бога, не троица, не троица, а идея Бога. Врожденный у нас является идея Бога троичного числа. И тому подобного. Значит, запишем так. Нам врождена идея Бога, нам врождена идея числа три. Вообще все числа это архетипы, все числа это априорные структуры, натуральный ряд, да. И дальше. На основе этих идей, в соединении с откровением, еще принимается во внимание откровение, то есть священное писание. Вот я и прихожу, мы образуем полную идею, значит, в соединении с откровением данных писаний, мы образуем полную идею троицы. И в таком виде ее постигаем. То есть идея троицы, она требует чего? Напряжение интеллекта. Разные идеи, да, вот разные идеи. Идея Бога, идея числа три. Так, плюс еще информация, полученная через чтение, ну, скажем, текстов, созданных во время Срединских соборов, где осуждался догма троицы, да. И вот ты эту идею в себе, так сказать, формируешь, формируешь, да. Ну, здесь уже вот как-то немножечко расшатывается вот это, ну, если хотите, расшатывается момент автоматизма в априорном знании. А приорное знание, оно не должно исполковываться как автоматический процесс. Почему автоматический процесс? Потому что в тебя все заложено, как компьютер, только надо компьютер запустить. И ты будешь автоматически получать информацию. Нет, гораздо сложнее, гораздо сложнее. Но кризис все равно остается. А приоризм и творчество, да, когда кризис запишем, а приоризм и творчество. Это тоже проблема, которая проходит красной нитью через всю историю науки. И это кризис и сегодня является предметом острейших, интереснейших дискуссий. Ясно, что есть и приорные структуры. И ясно, что мы можем быть ворцами. Можем генерировать новое. Опять противоречия, опять антиномия, опять диалог.